Привет! Если вы забыли, то я странный дядька. Я на вокзале Београд-центр. На шестом пути именно сюда прибудет поезд Земун-Бар, на котором я сегодня поеду из Белграда в Черногорию. Это считается самый красивый маршрут железнодорожного транспорта в Европе. На пути нашего поезда будет больше 400 виадухов, около 300 тоннелей. Какое-то неимоверное количество километров, когда поезд едет прямо по обрыву. Короче, все это должно быть чрезвычайно впечатлительно. Но есть один нюанс. Ехать я буду ночью. Я очень надеюсь на то, что рассветет рано. Наверное, где-то в 6, может, чуть пораньше будет уже светло. И как раз на самом живописном участке уже будет достаточно светло, чтобы не... может быть, достаточно для того, чтобы снять. Но, по крайней мере, я хоть что-нибудь смогу разглядеть. В общем, в этом видео будет моя поездка из Белграда в Сербии в бар в Черногории на поезде по самой живописной ветке Европы. Может быть, там будут разные споры, что это не самая живописная. Но, по крайней мере, именно на этой ветке расположен самый высокий железнодорожный виадук в Европе. Я забыл, как он называется, но высоту точно помню. 198 метров. Прикиньте, какая это красота. По каждому поезду, я надеюсь, снять его приход. Стоит он здесь больше 20 минут, поэтому на посадку я точно успею. Я думал, будет народу меньше, но прям, ну, посмотрите. И это только начало толпы. Путь туда с поворотом уходит, и там еще приличное количество народу. Но я заплатил просто ужасно много денег, и у меня будет купейный вагон, где я в купе буду один. Посмотрим, какой это будет вагон, посмотрим, как все пройдет, посмотрим, насколько все это будет красиво. Если вы, как и я, тоже очень хотите на все это посмотреть, то сразу же поставьте этому видео лайк и продолжайте смотреть его до самого конца. Потому что всех, кто досматривает мои видео до конца, я дополнительно виртуально обнимаю. Это тоже поезд, но не тот. Это поезд из так называемого белградского метро. Если вы не смотрели ролик про белградское метро на канале, обязательно посмотрите, вот где-нибудь здесь появится у него ссылка. Ну что, похоже, мы имеем уже опоздание, потому что уже времени 8.13, а по расписанию поезд должен прибыть 8.12 сюда. Слушайте, а вот и он, похоже. Просто он приходит с другой стороны, не с той, на которую я подумал. Спасибо. 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 Мы можем посмотреть, что здесь находится на канале. Лаура? Да. Ага. 42, кабинет, 8. Назовите Лаур. В лаву. Короче. Не знаю, как включить верхний свет. Вот, наверное. Вот так, точно. Короче, мне вывезло. Мне достался синий вагон. Я уже читал в этих ваших интернетах про то, что в связи с недостатком купейных вагонов, здесь стали использовать вагоны из личного парка Тита. Был такой правитель в Югославии раньше. И у него были персонально синего, темно-синего цвета вагоны, которые отличались от всех остальных. Был специально сформирован поезд, в котором, что называется, ездил со свитой и катал своих гостей. Так, вот это вот вагон именно из того козырного поезда Иосифа Броса Тита. И я сегодня на нем поеду. Здесь, честно говоря, несмотря на габарит вагона, вагон поменьше, чем, например, российский. Но вот здесь в купе просто огромное количество места. Вот я вытягиваю руки в обе стороны. И у меня еще куча силы. А здесь есть вот такая вот лежаночка. Второй этаж для второго пассажира. Но я, поскольку купил люксовый билет, то я здесь еду один. Эту штуку, наверное, можно как-нибудь будет туда сложить, чтобы здесь вообще над головой ничего не было. И будет полное ощущение того, что я здесь прямо в гостиничном номере. Здесь вот есть такой свет. Потом есть вот там верхний свет. Потом вот здесь есть подсветочка. Еще я их тоже включу. Здесь есть розетка 220 вольт. Аж на две. Одна такая, одна такая с заземлением. Какая-то вот такая штука. Не ясно, что это такое. Здесь типа столик. Но это не просто столик. Это, извините меня, друзья мои, умывальная умывация. И там даже, видите, течет вода. И крана 2 течет из обоих. Но надо будет потом посмотреть, как, что и почему. Это, я так понимаю, какой-то обогрев. Он здесь должен регулироваться. И он даже регулируется. Можно добавлять, можно убавлять. Окно, которое теоретически вот за эти пупочки можно опускать. Стоп-кран. Это, я так понимаю, открыть можно жалюзи. Открыть, закрыть. Те, которые там, которые дают вентиляцию дополнительную воздуха. Поступление снаружи. Там вот есть. Отделение для шмоточек дополнительное. Здесь есть багажная полка. Она, конечно, надвисает над головой. Но, с другой стороны, вполне себе как бы ничего. За счет того, что оно решетчатое, слишком много скрадывает времени. Место, в смысле. Такие, смотрите, фигулинки повесить себе одежу. Все такое бархатное. Лесенка. Приставная. Ее можно отсюда снять. И вот в эти дырочки воткнуть для того, чтобы залезать наверх. И на них, на ступеньках, тоже бархат. Все. Такой металл, стальвуга и бархат. Здесь, смотрите, такая пупочка. Чтобы никто в ваше купе не пришел, когда вы спите. Интересно, такая она в стороночку сдвигается. Оп, оп. Вынимаешь. Это кроме того, что есть еще обыкновенный замок. Лесенка дополнительная для того, чтобы залезать наверх, что ли. Потому что раз, два и три таких штук. Что это такое, я не знаю. Пишите в комментариях. Возможно, у меня есть такая догадка, что сюда вставляется дополнительная. Вот такая же койка. И здесь койок получается три. Нижняя и верхняя. Или даже, возможно, что вот эта нижняя койка, вот она. Точно. Вот эту вот койку, спинку вернее. Спинку можно поднять. Вот на эту штуку положить. И это будет дополнительная койка. А сюда еще ее можно переставить, видимо, выше. И еще раз выше. Прикольно. Слушайте, ну невероятно круто. Особенно круто то, что мне достался вот именно этот югославский вагон. Обалдеть. Это не просто самая красивая железнодорожная ветка в Европе. Это еще и самая красивая железнодорожная ветка в Европе. В очень редком, эксклюзивном, купечном вагоне времен Угославии. В которое, возможно, когда-нибудь заглядывал сам господин Тита. Ну, давайте помечтаем. Короче, мне круто. Очень повезло. Сейчас мы отправимся. И я вам что-нибудь еще расскажу. Я так понимаю, что в этом вагоне со мной пассажиров немного. То есть, передо мной там парочка зашла. И после меня еще парочка. Будем надеяться, что это все мы не будем сильно друг другу мешать. Я, вернее, не буду им всем мешать, бегая здесь и за головой в угол, и вопя о том, насколько мне повезло, и насколько это все круто. Короче, это будет, пожалуй, одна из самых коротких ночей за последнее время. Здесь довольно прохладно сейчас. Но вот эта штука греется. Куда ее надо добавлять? Интересно. По идее, вот так я закрываю кран. А вот так открываю. Попробуем немножечко открыть. Интересно, здесь места. Нижнее 42-е, потом 0-44-е и 46-е. А где? Нечетные места. В соседнем купе, как было с тем лифтом, когда, вы помните, катались. Здесь в башне. Короче, четко по графику мы тронулись и поехали. Все-таки возраст этого вагона дает о себе знать. Стекло вон-то. Оно здесь, не знаю, может быть даже и одинарное. Но оно затерто с той стороны. Вообще просто, я не знаю, вам видно. Оно просто зацарапано в кукушечку. По крайней мере, хоть что-то видно, и то хорошо. Что тут еще обнаружено? Там есть еще одна полочка. Там вот внизу еще одна полочка. Там какая-то железяка валяется. Здесь вот здесь такая фигулина. Зачем, не знаю. Какая фигулина есть вон там. А еще, смотрите, что здесь есть. Там слив от раковины. И здесь такая специальная собственная мусорница. Ну вот, прошло буквально 5 минут въезда. Мы сразу же после вокзала заехали в тоннель. И смотрите, естественно, вообще не на что. Там просто стена тоннеля, и все. Короче, крутяк. Ладно, надо еще немножко посмотреть в окно. Подождать, когда все уляжется. И, наверное, тоже самому завалится спать. Кстати, вот еще одно отличие. Кардинальное от российских железных дорог. В российских железных дорогах всегда постель укладывают с подушкой вот туда. Головой, грубо говоря, к окну. А здесь все эти уже как бы места застелены, во-первых. Во-вторых, подушка положена вот сюда. В головой, так сказать, коридор. И второй этаж, второе место. Там лежит все, что нужно, но не застелено. То есть изначально уже был. Этот вагон подготовлен. То, что я купил билет, я купил билет 2 суток, получается, назад. Ну, то ли все вагоны, все эти так, укомплектовые губы. То ли конкретно это губы. Это ли конкретно, как меня. Прикольно. А за окном мы еще проезжаем пока Белград. И еще я заметил одну югославскую особенность. У нас, и не только у нас, во многих странах все включатели-выключатели всегда включаются вверх, а выключаются вниз. А здесь, вот в обоих квартирах, в которых я был, и вот здесь в купе, например, все включатели или выключатели работают наоборот. То есть вниз включено, а вверх выключено. Интересная такая особенность. А еще, на что я обратил внимание, здесь вот эта нижняя полка гораздо ниже, чем, например, в ржадешных вагонах. В ржадешных вагонах ты сидишь как-то, ну, вот так вот и смотришь в окно. А здесь ты сидишь прям немножечко, скажем так, задравши колени. Но, тем не менее, все равно прикольно. Может быть, я сейчас всем буду жутко мешать, но мне не льмется. Быстренько пойти посмотреть и снять, что там еще в этом вагоне есть. Давай. поезд 433, Лохченко, Земан, Биаград-центр, Ужица, Прибой, Приджеполье, Приджеполь, Жетер, Судна. Вот это, видимо, таможня, потом Белополе, еще одна таможня, Подгорица, Сутаморе, Бар. Весь маршрут движения расписывает. Пойдемте посмотрим, как тут туалет. Дверь сволла, на хроне, точно слово. Она просто в нем как провисла. Для того, чтобы ее просто закрыть, нужно ее приподнимать с веселью. А закрыться, в смысле закрыться, никак не повысит больше. Здесь, смотрите, есть раковина, зеркало, собственно, отхожее место. Оно похоже системы дырка наружу. Здесь есть туалетная бумага, здесь просто бумага, здесь даже есть какой-то там, вот это вот, и еще туалетная бумага запасная. И так, какая-то вот досочка, возможно, специальная досочка, чтобы запирать дверь, чтобы, когда ты делаешь дела, тебе никто не пришел. Такое себе, короче. Приходил проводник, просил билет, я ему сказал, что я, чтобы вам билет отдам, еще при посадке, сразу же отдал, вы меня его забрали, сказали, номер купе, и типа, иди. Я и пошел. Я ему поднимаю, можно сделать, когда он потеплеет. Подошел, потрогал эту батарею, он говорит, ну это, ну как нормально, прохладник. Я, честно говоря, не любитель, когда прям тепло-тепло. Я люблю прохладную атмосферу, но вот, как бы сказать, снимать с себя одежду, ложиться спать, что называется, крылышок, но меня совершенно не клемат. Я попробую вот такую тилку крутить туда-сюда, эффект никакого не вызывал. Как оно было примерно, так оно и есть. Ну, в любом случае, не замерзнуло, если что, разденусь. Вот еще вот это, что такое плохое. Это самое вентиляцию гонит в прохладный воздух, потому что периодически такое ощущается движение воздуха. Ну, теперь ее в положение Z поставить. Посмотрим, что это будет. Z, по идее, закрыт. Или как это? Затворено. Или что? Не знаю. Короче, не очень понятно. Я уже не могу вспомнить, когда я предыдущий раз ездил на поезде. Я все время либо на машине, либо на самолетах. То есть, само это вот впечатление от того, что тебя болтает, все шумит, трясется, немножко сбивает со сна. Ну, и плюс то, что это как бы совершенно эксклюзивный эксклюзивный поезд по эксклюзивной дороге. Не дает мне, короче, заснуть. Я тут уже и в окно посмотрел, и по вагону походил туда-сюда. И пытаюсь тут как бы улечься, но что-то как-то пока не очень получается. С другой стороны, может, она их лучше. Буду впитывать всю эту атмосферу, все эти впечатления. Когда я еще проеду на таком поезде? ДНР-то, никогда. Прикольно. Поезд идет довольно быстро. Я сейчас запустил GPS. Поезд едет 88 км в час. Прямо четко совершенно. То есть, видим, ограничение на дороге 90, а чтобы не вываливать за ограничение, установлено 88 км в час и поливает. Идет довольно мягко, довольно ровно. Просто иногда на станциях, на стрелках покидывает туда-сюда, а в остальном четенько и комфортненько. И сейчас час тридцать примерно. Мы, получается, добрались до того момента, когда поезд носил карабкаться по серпантину в гору на высоту 1000-1000 стопомом и метров. А там еще есть участок перед этим получается, где поезд на несколько километров, по-моему, на 6 или на 8 километров заезжает в Боснию-Герцеговин. Просто проходит там без ничего, что называется, без остановок, поэтому границы никакой нет. Никто у нас не проверяет. Едем просто ходом, но на телефон смски приходится. На каждую из сим-карт упало по смски добро пожаловать в Боснию-Герцеговин. А еще процесс забирания в гору, он естественно, вагоны начал раскачивать, естественно, реборды колес свистят. Вот я сейчас, как назло, захватил камеру поснимать, и все это прекратилось. Мы едем по очередному прямому участку. Да я надеюсь, сейчас опять начнет заворачивать все это дело. В окно ничего не видно, потому что с этой стороны в окно гора, а все, что называется, что было с той стороны, я специально выбегал тут смотреть туда, там видно, что обрыв, и внизу где-то было в один момент видно свет, то есть какое-то поселение, поселок какой-то есть, деревню проезжали. Вот опять началось. Начали тут притормаживать что-то. Да вот, не знаю, не видно. Сразу там, грубо говоря, за окном стена. Сейчас попробую выжигать туда, с той стороны. Может, там видно что-нибудь. Здесь за стеной тоже, за окном тоже стена, мы просто идем в сутнеле. А вот, пожалуйста, смотрите, вот там вот внизу какой-то город. Видно или нет? Босния Герцеговина. Другая страна, через которую мы проезжаем. В общем, жалко, что едем ночью. Надо было ехать под днем. Станция Прибой называется. Похоже, это станция пограничная. Наверное. Может быть, нет. но, по крайней мере, здесь видны всякие строения, что-то происходит. А еще я сейчас посмотрел по GPS-ной, да, мы находимся на высоте 400 метров на уровне. мотом. Постояли на станции Прибой, мы минут 15, наверное, пропустили встречный поезд. Тут же получается линия одна поддная, поэтому разъезжаться можно только на некоторых станциях. И поехали дальше. Ну, судя по виду за окном этот вот городок Прибой довольно большой. если посмотреть на карте, там совершенно небольшое впечатление. Здесь вот мы проезжаем какие-то хозяйственные что-то постройки там то ли башня какая-то, то ли водопорка. Вот вы, там вся проблема ночью, ничего не видно. А если бы я ехал до него, я бы прям все влазавры проглядил. Вокруг столько всего, но ты ничего не можешь рассмотреть. Печенка. Так что в дверь постучались, прошел проводник, разбудил весь вагон. Это значит, что мы приехали на границу. Я, честно говоря, этот момент совершенно упустил. То ли участок дороги такой более спокойный, то ли я уже пообвыкся и спал себя как как отгубчик. Ну, круто. Ждем погранцов. ну вот и все, мы поехали дальше. Здесь стоит несколько локомотивов на этой пограничной станции и все. Вообще получается, что сейчас был контроль обоих границ на одной станции, уже на территории Черногории, на станции Белополе прошла сербская и чернокурская пограничная слуга. Молча, совершенно, не задавая никаких вопросов. Просто взяли паспорт, поставили штамм. Через некоторое время подошел следующий, взял паспорт, поставил штамм. И все. Мы без 15,4 остановились и в 4,20 поехали. Все довольно быстро, оперативно и без каких-то обуслов. Судя по тому, что двери здесь в поезде у меня в вагоне были открыты у меня в соседнем купе и еще через два купе. В принципе, получается, что в вагоне всего три купе заняты. Еду я, едет парочка в соседнем купе, говорящая по-русски. И кто-то там едет еще через два купе, не знаю, кто. Их я не видел и не слышал. Пока Белополе мы уже в Черногории. Завались еще спать. Проснусь через часик-другой, когда станет возможно посветлее. Продолжение следует... Как я уже предполагал, 6 часов уже достаточно весело. Это не того, чтобы не будет что-то там видеть. Но здесь меня опять не везет. Окна БП выходит на левую сторону по ходу движения. На подъезде подгонятся с левой стороны. У нас практически все не на скалу. Какая-то гора ничего особенного нет. Все основные виды. Не одну сторону, а правую сторону по ходу поезда. Если вы поедите из Сербии в Черногорию, не имеете до этого, садитесь с правой стороны. Потом поезд. Но виды потрясающие. Равно что еще окна грязные. Виды все плохо даже не то, что снимать. Но тем не менее в детском круге разогрессии. Так что Какое-то время я догадывался, идти тут зайти в кубочки и открыть окно. Стало видно чуть-чуть лучше, но при этом любит и холод. Субтитры делал DimaTorzok Ну вот я и в столице Черногории, Подгорица. Бокзал, конечно, не слишком впечатляющий, но что есть. И отсюда можно посмотреть, как выглядит ловкость. Вот там он, локомотив. При отправлении их было два, но остался один. То есть, видимо, после преодоления перевала второй локомотив оказался не нужен. Его где-то оставили. Потом идут два вагона, которые, видимо, второй класс. Сидячка. Потом вот здесь спальный вагон. Ну, какой-то, видимо, попроще, туристический. Потом, да, швагон синий, который из-за личных, так сказать, запасов ТИТа, его выделяет на общем фоне вот такой вот шикарный герб. И посмотрите, какая на нем дата. 29-е, 11-е, 1943-е. Это, наверное, что, дата постройки? Или дата основания поезда? Видишь, что это такое? Ну, выглядит очень круто. Хорошо, что вот эти все окошечки, они, во-первых, открываются, то есть можно открыть и посмотреть через него. А во-вторых, довольно плотненько закрываются и становятся, в общем-то, хорошо. Более-менее герметично. Дальше идут еще какие-то вагоны. Но, судя по надписи Лиги Ваген, это лежачие вагоны, но какого-то другого класса. Надо будет сходить посмотреть. И в самом конце вагон для перевозки автомобилей. Я так понимаю, можно сюда погрузиться со своим автомобилем и еще и автомобиль привезти. Не знаю, сколько это стоит, но такая возможность есть. Окна в этом вагоне открываются вообще вот так вот. Можно упустить до самого низа и высунуться. Фактически из окна целиком. КОНЕЦ Я так понимаю, что примерно через полчаса мы уже выедем туда поближе к морю, и там уже начнутся морские виды. Наверное, они будут когда-то тоже на эту сторону. Хорошо, что здесь можно стоять в проходе и открывать окно. Я вот думаю, сейчас, наверное, самое время пройтись по поездку, посмотреть вагоны второго класса туристического и до той стороны тоже прогуляться, насколько это возможно. Надеюсь, ко мне в купы никто не залезет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не получается А здесь сидячий вагон и где сидячка есть небольшая leche Продолжение следует... 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 и сесть в вакантин из тех вагонов самых простых, которые мы с вами проходили. Ну, а дальше начинаются доплаты за каждое место. Как мы видели, есть разные виды купе. Конкретно мое купе стоило мне дополнительно еще 5400 сертификтов динаров. Сколько это евро, я вам куда-нибудь сейчас здесь на экранчике напишу. Ну, и есть разные версии вот этих вот купе и разная стоимость мест. Я тоже на памяти, естественно, сейчас огнею, распроизведу. И чтобы не ошибиться потом, вам здесь вот на экранчике не сложу. В общем, все варианты, которые я вам найду, я вам обязательно вот здесь на экранчике распишу. Самый оптимальный вариант, как мне кажется, ехать, это, наверное, вот начало осени. Тогда все вот вокруг уже начинает, скажем так, готовиться к зиме. Но еще тепло, и еще сезон. Вот, мне кажется, самый подходящий вариант. Ну, или где-нибудь поясним, когда уже тепло, и все, прям, зеленее-то расцветает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вокзал в баре не то, чтобы что-нибудь особенное. Просто такое совершенно утилитарное строение. Есть вон вышка контроля, так сказать, движения диспетчерская. И здесь уже в баре можем посмотреть на полный, так сказать, внешний вид всего нашего состава. Вон там локомотивчик один остался, один вагон, второй вагон, третий вагон, наш вагон, четвертый, за ним пятый, шестой, седьмой и восьмой вагон для перевозки автомобилей. Короче, если у вас будет возможность совершить вот такое вот путешествие, я вам настоятельно рекомендую. У меня этот маршрут был отмечен на гугл-картах, как обычно, в списке мест для посещения. Ну, когда-то тоже очень-очень давно. Где-то я про него прочитал или посмотрел, и тут же занес себе пометку, что надо будет. И болялся, и валялся, и он валялся, и болтался, и болтался. И вот в этот раз, когда я собирался здесь поехать, так сказать, путешествие по Балканам, я решил, что нужно эту мечту именно сейчас обязательно воплотить, так сказать, в жизнь. И суперски, что я взял себе самое дорогое место на этом поезде, потому что это тоже добавило своих ощущений. Единственное, что будет возможность, едьте днем. Ночью не очень. И зимой, как я, тоже не очень, потому что прохладновато. А в остальном, спасибо, что досмотрели до конца. Всех, кто досмотрел до конца, я отдельно благодарю, потому что это очень важно и для меня, и для моего канала. Приходите еще, будут еще прикольные видосы. А на сегодня все. Счастья, здоровья, любви, терпения, пока. Вот еще, кстати, интересная штука. Вагон с автомобилями уже отцепили. И сейчас, я так понимаю, его привезут сюда и здесь будут выгружать. Тут он специальная такая рампа. Причем рампа эта на железнодорожном ходу. Причем рампа эта на железнодорожном ходе. Причем рампа эта на железнодорожном ходе. Субтитры сделал DimaTorzok